«Гнотисе Аутон» — «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Березина Наталья Яковлевна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института и музея антропологии Московского государственного университета имени Ломоносова, закончила кафедру антропологии биологического факультета МГУ. В 2018 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Раннесредневековое население Центрального Кавказа под данным антропологии». С 1999 года принимает участие в ежегодных археологических экспедициях на Северном Кавказе, а в последние годы и в Северном Судане. Кроме того, Наталья Березина – постоянный участник ежегодной археологической экспедиции по раскопкам среднепалеолитических комплексов на Алтае. Она автор порядка 70 публикаций, в том числе в журналах издательской группы Nature. Научные интересы Натальи Березиной – биологическая антропология и адаптация популяции различных экологических зон к условиям окружающей среды, а также палеопатология – одна из ключевых тем исследования. Проблема миграции и адаптация населения на территории Северного Кавказа от эпохи Энеолита до раннего Средневековья. Наталья Березина в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжение нашего биоархеологического цикла. Этот выпуск программы будет посвящен древнейшей инвазивной практике, а именно трепанациям. Я умышленно не называю медицинской практикой эту человеческую практику, потому что медицинская она или не медицинская – это все выяснится по ходу вашего рассказа. Самые старые примеры свидетельства трепанации, они датируются 7 тысячами лет тому назад. Свидетельства обнаружены на территории Франции. Но у вас другой период, вы изучаете другой период и на материале другой географической принадлежности. Пожалуйста, Наташа. Прежде всего стоит сказать, что мы понимаем под операцией трепанации это преднамеренное нарушение целостности костей черепа. И здесь, так как это одна из самых древних операций, и фактически первые трепанации датируются финалом Каменного века. И об этом Мария Медникова писала. Это трепанации на могильнике Васильевка в затылочной области, там вот в районе области за ушами. Она сверленная, практически без следов заживления, но фактически вот это финал Каменного века – это первая операция по трепанации. Они проводились практически повсеместно с ранних времен. И для того, чтобы как-то нам наш разговор сократить, то мы ограничиваемся географически и поговорим о тех материалах, с которыми я работаю на протяжении последних более чем 10 лет. Это материалы эпохи ранней бронзы, и неолита, и ранней бронзы с территории Юга России. То есть это Кавказ, Предкавказье, Предгорные и Степные районы. И работая с материалами археологических раскопок с антропологическими, мы обнаружили больше 23 наций, которые локализованы в разных регионах Современной Российской Федерации. Это и Ставропольский край, и Ростовская область. Здесь мы работали вместе с Еленой Федоровной Батиевой, и Ингушетия, и Кабардино-Балкария. Для того, чтобы поговорить о трепанациях, соответственно, первый, самый первый вопрос, который всех интересует, зачем проводилась эта операция. Прежде всего, это, естественно, медицинские цели, это последствия устранения последствий травм, и, возможно, устранение сильной постоянной головной боли. Также ученые выделяют ритуальные прижизненные операции, ритуальные посмертные или производство амулетов, экстракция мозга и символические или несквозные трепанации. И мы можем об каждом из этих пунктов поговорить поподробнее, но для начала нам нужно понять, как, какими техниками проводились эти трепанации. Для того, чтобы понять вообще, насколько человек был погружен в анатомо-медицинскую часть своего существования, надо понимать, что все люди, которые были сначала охотниками-собирателями, затем перешли к земледелию, они имели дело с животными. Это либо охота, либо скотоводство, и, соответственно, примерную анатомию, в том числе и человека, они понимали очень хорошо. То есть это для того, чтобы получить кусок мяса, им нужно было убить, разделать животное. И, соответственно, работа со всякими декоративно-прикладными вещами, как, например, производство бусин или производство различных инструментов, они были связаны с различными техниками, в том числе и сверлением. Поэтому для следующего этапа, то есть перехода к непосредственно с работе с телом человека, у человека, в принципе, были и инструменты, и навыки, и знания. В разных регионах и в разных временных промежутках были выявлены разные техники трепанации. И вот это одна из наиболее известных картинок, опубликованных Лисовски. Это одна из самых цитируемых его работ по трепанациям. Она сочетает в себе все техники производства трепанаций. То есть на одном черепе? Это собирательный образ. Это картинка, иллюстрирующая, как это все было сделано. Это скобление. Одна из наименее травматичных процедур, но при этом она захватывает большой участок черепа. То есть это постепенное снятие слой за слоем, костной ткани до тех пор, пока не образуется полость. Эти трепанации имеют наибольший процент заживления, потому что у них наименьшая вероятность проткнуть или как-то пенетрировать в полость черепа, проткнуть в мягкие оболочки и повредить оболочки и мозг. Вторая техника — это прорезание. Тоже довольно успешно делается каким-то орудием с острым краем. И часто здесь бывает сочетание двух этих техник на одном и том же черепе. Следующая техника — это сверление. И вот это как раз одна из наиболее древних техник. И, в принципе, процент заживления там достаточно такой, я бы сказала, средний. То есть, с одной стороны, это довольно аккуратная техника, а с другой стороны, все-таки, возможность пробить какие-то мягкие ткани, она велика. Техника сверления и прорезания, здесь вот она представлена под цифрой 3, — это сверление маленьких дырочек, прорезание мостиков между ними, но для наших территорий она не характерна. Это скорее Южная Америка. И последний вариант — это иссечение фрагментов прямоугольной формы. Это для чего была создана эта техника, не очень понятно, так как черепов с такими трепанациями, со следами заживления практически нет. То есть она либо изначально посмертная, либо настолько неудачная, что человек не выживал после нее. То есть я смеюсь предположить, что она проще всего, так, квадратно. Возможно. Потому что кружочек аккуратно, это труднее. Да, возможно. То есть пропиливалось 4 линии, и дальше выламывался костный фрагмент. Но, собственно, эти люди чаще всего не несут в себе следов заживления. И раньше их находили только на южноамериканском континенте, но вот у нас есть находка в предкавказье, и у коллег в Армении тоже есть такая находка в эпоху бронзы. Поэтому вот на нашем континенте она тоже была распространена. Итак, переходим к нашему вопросу «Зачем?». Сейчас мы рассмотрим несколько случаев из тех, которые мы исследовали. Это случаи, связанные, как мы предполагаем, с лечебными процедурами. И первый случай — это мужчина, пожилой мужчина северокавказской археологической культуры. Это эпоха средней бронзы, третье тысячелетие до нашей эры. И здесь мы видим у него несколько травм. В затылочной области внизу мы видим следы тупой зажившей травмы с изменением костной ткани. И на правой теменной кости здесь, скорее всего, тоже была травма, потому что здесь мы видим линию растрескивания, линейный перелом с зажившими краями. То есть мы здесь уверены в том, что это не посмертный, не в погребении, не кто-то его уже при хранении разломал, как, допустим, вот эти вот трещины. Здесь мы видим зажившие края и такое вот каплевидное подтачивание вокруг этой травмы. И, скорее всего, здесь человек путем хирург, назовем его так, путем прорезания, убирал какие-то лишние острые или некротизированные костную ткань для того, чтобы очистить рану. Следующий случай очень интересен, потому что это середина шестого тысячелетия до нашей эры. Это очень интересный могильник. Он был раскопан где-то в начале середины 20 века, было раскопано довольно много грунтовых погребений, но, к сожалению, практически не осталось скелет. Скелеты не сохранили. В начале 20 века очень редко сохранялись антропологические материалы, и от большого достаточно могильника осталось только два скелета, которые хранятся в музее. Один из них, вот это женский скелет, это выставочный, такое было выставочное погребение, которое показывало посетителям, как располагались в этом погребении скелеты, какие были находки, вот здесь бусины, каменные браслеты, разные орудия. А второй череп, видимо, все-таки сохранили как раз в связи с трепанацией. Потому что на нем хорошо видна зажившая трепанация в латеральной части, левая теменная кость, с такими тоже скошенными углами. Здесь мы видим следы заживления. Две компактные части костей черепа сошлись, губчатой ткани не видно. И, скорее всего, эта операция была сделана тоже как-то после травм. Причем человек прожил достаточно долго времени после проведения этой операции, а это очень-очень древний скелет. И последний случай из этого кластера, о котором я хотела бы рассказать, это тоже северо-кавказская археологическая культура, третье тысячелетие до нашей эры. Зрелый мужчина, 30-35 лет. К сожалению, его сохранность костной ткани была не идеальная. И вот темные фрагменты, которые вы видите на сцене, это присутствующие кости. Они сохранились не все, и все были в разной степени сохранности. Но даже на этих сохранившихся костях мы можем найти около 9 отверстий, которые были сделаны при жизни человека. Более того, эти отверстия, они совсем небольшие по диаметру. У них очень такой короткий, скошенный край. Но, судя по незажившим, они были все-таки несверленные. Скорее всего, они были сделаны в технике прорезания. Есть несколько отверстий, у которых наблюдается полное заживление. И есть несколько отверстий, у которых наблюдается частичное заживление. И у части отверстий следы заживления отсутствуют или минимальны. Это говорит о том, что этому человеку последовательно несколько раз делали операции по трепанации. Причем минимум 9 раз. Потому что на том проценте костей черепа, который мы видим, было обнаружено вот здесь на схеме, как раз показано. Зеленым цветом это отверстие с полным заживлением. Синим цветом с частичным заживлением. И красный цвет это места, где следы заживления отсутствуют. То есть в какой-то момент он уже после этих операций умер. Предположение здесь, конечно же, не связано с травмами. То есть, скорее всего, это какая-то медицинская внутренняя проблема. Это либо какие-то эпилептические припадки, либо, скорее всего, очень сильная головная боль. И есть несколько диагнозов, которые подходят как раз под это предположение, когда головная боль настолько сильная, что человек раз за разом возвращается, потому что, видимо, операции на какое-то время... Это как облегчение состояния, да. Следующая возможная причина, по которой могли делать эту операцию, это ритуальные прижизненные. Здесь нужно поговорить о том, что жизнь человека этого времени совершенно не разделялась на медицинскую часть и ритуальную часть. То есть все медицинские вмешательства были ритуальными. И то, что мы называем в данном случае ритуальными, это значит, что мы просто не нашли физических доказательств того, что у этого человека были какие-то проблемы. Это вот как раз опубликованные нами случаи, которые вот на этой схеме мы показываем локализацию. Во-первых, почему мы говорим о ритуале. Ритуал должен предполагать какое-то повторяющееся действие. И здесь мы собрали те случаи трепанаций, которые находятся на сагитальной линии или рядом с ней. Либо на сагитальном шве, либо на сагитальной линии лобной кости, то есть где-то в районе сагитального синуса. Медицинская проблема этого сагитального синуса заключается в том, что даже современные врачи не очень любят эту локализацию. Потому что проходящие в сагитальном синусе кровеносные сосуды легко повредить, это грозит кровотечением сильным. И дальнейший смерть для пациента. Соответственно, эту область обычно избегают. Здесь мы собрали больше 10 различных операций у разных индивидов раннего времени, которые проводились где-то либо очень близко с сагитальным синусом, как на этих двух, либо прям совсем в области сагитального синуса. Плюс полное отсутствие каких-то видимых медицинских показаний. То есть не было травм, не было каких-то воспалительных процессов, которые мы можем отмечать на черепе. И вот как это выглядит в оригинале. И здесь мы немножко можем поговорить про различия в разных техниках. Потому что вот здесь, на этом черепе, мы видим, что трепанация была сделана исключительно методом прорезания. То есть здесь мы видим, что нарушение целостности кости проходит на очень небольшом пробежутке, который практически соответствует диаметру отверстия. А вот, например, здесь нарушение целостности кости очень большое. И здесь, скорее всего, операция была сделана как раз путем скобления. Когда брали какой-то острый предмет. Пока не дошли до серединки. Да. Здесь говорить достаточно сложно, но область тоже большая. То есть вот как здесь, так и здесь могла быть комбинация этих двух техник. Вот эти верхний ряд и середина нижнего ряда черепа, они вообще происходят из одного могильника. Это тоже неолитический могильник. Называется вертолетное поле в Ростовской области. И в это время, то есть где-то в середине пятого тысячелетия до н.э. Эти люди уже давно были захоронены. Их современники вытащили их из их погребений и захоронили всех вместе в одной могиле, сформировав, так археологи называют это, пакеты. Ну, такие вот небольшие свертки с костными останками каждого индивида. И уже вот это и неолитическое захоронение пакетов, которых содержало семь человек, было обнаружено археологами. Антропологи их исследовали. И выяснилось, что из семерых индивидов шестеро несли на себе следы трепанации. И, собственно, это вот еще одно такое косвенное доказательство ритуально-магического действия, которое было применено к этим людям. И люди, которые перенесли эту операцию, вероятно, тоже были непростыми членами общества. Фактически ни у кого из них не было каких-то следов болезней или травмы, за исключением вот этого индивида, у которого было какое-то нарушение костной ткани, которое можно трактовать как прижизненное заболевание. Но именно у этого индивида нет следов заживления. То есть ему сделали операцию, вероятно, он как бы и так уже не очень хорошо себя чувствовал. И вот после этой операции он и умер. Все остальные прекрасно зажившие трепанации, люди надолго пережили эту операцию. И такие же следы мы видим на черепахне только в Ростовской области. Вот это люди с трепанациями из разных могильников Ставропольского края. И вот об этой трепанации мы чуть попозже поговорим, буквально в конце передачи. Здесь человек пережил эту операцию, но не на долгое время. И это позволило нам уже выяснить технику операции, поскольку остались различные следы на костях, которые не зажили окончательно. Потому что когда мы видим вот такую хорошо зажившую операцию, мы мало что можем сказать о технике ее производства. Следующее действие, которое можно совершить с черепом, это производство амулетов. Амулеты находили давно, фактически в самом начале развития науки антропологии. Амулеты заинтересовывали своей необычностью. И вот здесь мы видим публикацию... С ять имеющаяся. С ять имеющаяся, да. Публикацию, в которой показаны амулеты. И вот судя по вот этим сосудистым бороздам, это амулеты из теменных костей. Эти амулеты также, они находятся в разных регионах. Их много во Франции, есть в Дании. Они вот такие есть и в формате пуговиц, и в формате подвесок с одним отверстием. Вот это реконструкция того, как могли использовать этот амулет. Кулончик-то. Кулончик, да. Но вот есть и такие, которые уже мы использовали в своей работе, в процессе работы. Вот это амулет. Ну, так называемый амулет. Честно говоря, мы не знаем, как он применялся. Но это костяной такой диск, сделанный из теменной кости, сверления. И это лолинская археологическая культура, то есть финал эпохи бронзы. Где-то второе тысячелетие до нашей эры. И у них довольно часто находят такие фрагменты. Но вот этот сделан из кости человека, а вот этот явно сделан из губчатой кости. И здесь мы провели такое целое небольшое научное расследование, потому что под подозрение попали две круглые крупные губчатые кости. Это головка бедренной кости. И тут мы думали, либо это человек, либо это крупный рогатый скот. Мы советовались и с зоологами. Ампутации что же еще раньше начали делать, чем ты? Ну, судя по свидетельствам. Возможно, возможно, да. Но все-таки ампутация бедренной кости, это невозможно. Это все-таки забедренный сустав. Эти трепанации, скорее всего, прижизненные. То есть они выполнялись по мукрой кости, но делались посмертно после гибели человека. И мы сделали зумс-анализ вот этого небольшого кусочка губчатой кости. Это метод называется масс-спектрометри in zooarchaeology. То есть берутся белки и исследуются белки на видовой состав. И здесь это все-таки крупный рогатый скот. Да, здесь животное. Ну и вот тот череп, о котором я говорила. Исечение, квадратное сечение прямоугольного фрагмента костной ткани. Вообще абсолютно без следов заживления. Здесь очень хорошо видны эти пропилы, которые оставили каким-то острым инструментом. И, возможно, этот фрагмент также использовался в качестве производства амулетов. То есть они выпиливали круглый фрагмент, потом его лощили, как-то обрабатывали. Квадратный фрагмент выпиливали и делали круглый амулет. Это еще один интересный случай. Ингушетия. Его впервые исследовала Александра Петровна Бужилова. Он хранится у нас в коллекции эпохи поздней бронзы. Могильник в Ингушетии. И здесь я привела фотографию погребения для того, чтобы вы обратили внимание на то, что скелет, в общем-то, находится в связке. То есть кости не переотложены, стопы собраны вместе. Вот здесь мы видим, что все кости стоп на своем месте. Нет позвоночника. Ну, как бы непонятно, куда он делся. Но при этом тело лежит как бы в анатомическом естественном положении, как его и захоронили. Вот здесь мы видим череп, плечевые кости, бедренные кости и кости голени и стоп. Но при этом в черепе мы видим огромное отверстие в теменно-затылочной области. И что самое интересное, оно, вот как вы видите на нижних картинках, это отверстие вырезано изнутри. Это внутренняя поверхность черепа. Соответственно, эта женщина умерла, была похоронена. И в дальнейшем ее череп изъяли. Видимо, он уже там немножко очистился от мягких тканей. Ее череп изъяли, вырезали из него какое-то количество костной ткани и положили обратно. Куда делась костная ткань, которая вот здесь вырезана, не очень понятна. Возможно, это тоже производство амулетов. Следующая причина, по которой можно делать трепанацию, это экстракция мозга. Мы не будем обсуждать причины, по которой проводилась экстракция мозга. Тут можно делать всякие разные предложения. Можно фантазировать, каннибализмы. Да, да. Но вот примерно так это выглядит на костном материале. Это череп, который мы изучали в Natural History Museum в Лондоне. То есть это расширение большого затылочного отверстия. У этого же индивида было проведено скальпирование. Удалены мягкие ткани. Все эти следы сохранились. Естественно, все это делается посмертно. Что дальше происходило с мягкими тканями человеком, не очень понятно. Но вот сейчас он хранится в коллекции, в музее. И символические трепанации. Это интересный тип трепанаций, про которые в нашей стране впервые заговорила Мария Борисовна Медникова. Это для того, чтобы говорить о символических трепанациях. Символические трепанации, в первую очередь, это нарушение наружного слоя костной ткани без проникновения внутрь. Для чего они делаются, тоже непонятно. Это может быть инициация человека. Потому что даже для амулета материал не добудешь. Нет, это какой-то, как Мария Борисовна называет их, неизгладимые знаки. То есть это какой-то вид модификации тела человека. Как шрамирование, как татуировка, как деформация головы. Который, наверное, должен быть виден, если не издалека, то, по крайней мере, ближайшим членам общества. Но вообще, для того, чтобы говорить о каких-то ритуальных действиях, как я уже говорила, нам нужна повторяемость, либо локализация. Это должны быть, допустим, члены общества старше какого-то возраста. Или это должны быть только мужчины. Или эти следы должны находиться на определенных сегментах черепа. То есть должна быть какая-то повторяющаяся ритуальная составляющая. Чтобы закономерность какую-то. Да, должна быть закономерность. И вот эта закономерность, она была найдена у кочевых племен-аваров. И об этом, это ранний железный век, об этом много пишут наши венгерские коллеги, которые, собственно, на территории которых эти кочевые племена и обитали. И они провели, приводят на каждом своем докладе и в публикациях хорошую сравнительную линейку. То есть у них, во-первых, есть черепа с шаблонами. Когда похоронен человек, и рядом с ним похоронен шаблон, по которому делась эта операция. А из чего шаблон? Металлический. Иногда у них есть вот такие кольца незаконченных операций без следов заживления. То есть ее начали делать, но человек не перенес этого. Причем это не первая, как вы видите на этом черепе, не первая трепанация. Когда мы видим такие вот начатые трепанации, хорошо зажившие трепанации, целый ряд этих трепанаций, то мы уже можем говорить о каком-то повторяющемся действии. И, соответственно, здесь, скорее всего, действительно имела место какая-то ритуальная составляющая. То же самое мы видим в публикации наших китайских коллег. Это тоже эпоха бронзы. Относительно недавняя публикация 2019 года. Здесь, скорее всего, выполнена трепанация методом скоблений. И здесь, как мы видим, полная трепанация. Но они собрали вот такой вот ряд из четырех черепов. И пятый как раз они публиковали одной и той же культуры, которая говорит о том, что, скорее всего, здесь была ритуальная составляющая для этой операции. И последний сюжет, о котором я хотела бы рассказать, это очень интересная находка. Это тоже неолит. Проведено радиоуглеродное датирование. Где-то тоже примерно 5,5 тысяч лет до нашей эры датируется этот череп. Это женщина зрелого возраста. И она пережила эту операцию. У нее видны следы заживления на костной ткани, но ненадолго. Из-за этого мы можем восстановить, провести такой тросологический анализ и восстановить ход действия врача. И здесь надо посмотреть локализацию. Это швы затылочной кости, лимдовидный шов. Это вот наша любимая сагитальная область. Теменные кости. То есть вот где-то на границе теменных и затылочных костей была проведена эта операция. Мы видим насечки сверху. И эти насечки, они могут означать как снятие мягких тканей, так и начало самой операции. Мы видим толщи костной ткани насечки. И они есть как горизонтальные, которые идут практически по всей длине этой операции, так и вертикальные. И вот с вертикальными интересно, потому что мы фиксируем точку начала операции и точку завершения операции. И они тоже находятся на сагитальной линии. Вот мы видим в толще такие длинные следы, такие процарапки, как аккуратно все это разрезалось. Они, в общем-то, такие же, как и сверху мы видели. И здесь мы видим вертикальные следы. То есть в этом месте, скорее всего, эта операция и начиналась. И дальше, благодаря вот этим двум следам, мы реконструируем положение тела. То есть, скорее всего, человек либо сидел, прислонившись спиной к врачу, врач сидел сзади. И вот такими движениями с двух сторон, каким-то острым предметом, сейчас мы как раз проводим исследование. Так как это очень раннее время, то, скорее всего, бронзы здесь еще не было. Либо она была достаточно мягкая. То есть, это должен был быть камень. И камень методами физической или химической, химическими или физическими методами мы обнаружить не сможем. Потому что все, что мы можем найти, это кремний, который, в общем-то, во всей окружающей почве есть. Поэтому сейчас мы будем использовать другие методы для того, чтобы разделить следы, оставленные камнем, от следов, оставленных металлами. То есть, это продолжающееся исследование, да? Да, этому исследованию уже почти 10 лет. Ну, это очень классно. Никак не можем опубликовать, потому что нам действительно очень интересно, что в итоге получится. Я вот надеюсь, что в этом году мы закончим исследование и все-таки опубликуем эту статью. как раз по методам производства трепанации. И, как вы видите, весь череп покрыт красной охрой. Это очень характерно для эпохи ранней бронзы и уходит дальше в каменный век. И есть такое предположение, что охра это все-таки символ крови. И каким-то образом современники этого человека таким образом показывали. Ну, есть же охра, она вообще так у них в практиках была. Да, да. И погребение, да, вы стилали охрой, что-то. Чем, фактически, чем более раннее погребение, тем больше охры там остается. Да, в конце, где-то в эпоху позже. Ну, недавно неандертальские орудия с клеевым каким-то составом нашли в составе охра. Да, да. Охрыбитом, да. Вот, ну и, соответственно, в дальнейшем мы потом увидели, что вот тут есть такая картинка, как раз иллюстрирующая примерно то, о чем мы говорили. Ну, эпоха уже совсем другая, конечно. Да. Но самое интересное... Породка такая аккуратная. Самое интересное, на Кавказе... Это грузинский шрифт, я его знаю, да. Это грузинский шрифт, да. Мы вот еще не прочитали, что написано, мне как раз прислали эту страницу. Но самое интересное, что на Кавказе эта практика сохраняется до очень позднего времени. Есть публикация конца XIX века, опубликованная русским врачом Кривякиным в военно-медицинском журнале. Эта публикация в следующем году перепубликовывается в журнале The Lancet. Через год оттуда она попадает во французские публикации. И так она доходит до нас, потому что они все выложены онлайн. И в этой публикации врач Кривякин описывает свое путешествие по Дагестану как раз в конце XIX века. И он пишет очень интересные вещи. Он пишет, что вообще трепанация черепа для местных жителей это что-то такое, как насморк полечить. И у них есть врачи, которые на этом специализируются. Он приводит расценки, сколько стоит эта операция. И он даже пишет такое, что иногда после какой-то драки между двумя соседями, один идет к врачу и просит сделать ему трепанацию, даже если она ему не очень нужна, чтобы материально ущемить своего соседа, который его побил. С него взять деньги. Который должен отдать врачу какую-то таксу, не помню, овцу или две овцы, для производства этой операции. То есть она была достаточно распространена, но, к сожалению, на палеоантропологических материалах сейчас мы этого подтвердить не можем. Но, в принципе, сама операция была достаточно широко распространена. И, видимо, то количество выживших после нее людей, которые мы можем наблюдать уже на палеоантропологических материалах, оно как раз говорит нам о том, что иммунитет человека вполне способен справляться с этим. Да. Единственное время, когда эта операция была смертельной почти на 100%, это эпоха Средневековья. Тогда, когда появляется большое количество инфекций, скучность народу, и вот если человеку в больнице делали трепанацию черепа, вот от эпохи Средневековья до изобретения эры антибиотиков, выживаемость человека после трепанации была... Ну, здесь у нас нет свидетельств в палеолитах, в палеоматериале, может, они травы какие-то использовали или заживли. Этого мы не знаем. Попыльцы обычно определяют, но тут очевидно, что не было таких. Я думаю, что был просто комплекс мер. Мер, да. Во-первых, это была достаточно чистая среда в плане инфекций. Ну да. Во-вторых, иммунитет человека был, вот того взрослого человека... Они не жили рядом с животными, да? Ну, уже жили. В эпоху бронзы они уже очень красиво жили рядом с животными, но при этом это им не мешало. То есть, видимо, они все-таки... Но в эпоху бронзы и иммунитет людей был совсем другой. То есть, была высокая детская смертность. Но те, кто пережил детский возраст, у них изначально уже был хороший возраст. То есть, если они от травмы, они могли жить там по 100 лет? Ну, к сожалению, вот биологически... Мы же сейчас говорим о биологическом возрасте. Это именно тот возраст, который мы определяем на палеонтропологических остатках. И биологический возраст людей был не сильно выше 40. Ну, вот вы здесь видели, там старше 40 было несколько людей с трепанацией. Ну, это, в общем, редкость, наверное, да, была? Да. Но вот те люди, которые там дожили до 20 лет, у них был прекрасный иммунитет, и они очень хорошо это все переживали. Но здесь мы говорим не только об иммунитете, мы говорим о высоком болевом пороге. Да. То есть, люди, которые там спокойно шли на эту операцию, или там не очень спокойно, но вынужденно, они, в общем-то, и болевой порог тоже переживали. А это тоже значительно, мне кажется. Но здесь мы тоже не знаем, может, они жевали чего-нибудь. Да, да. То есть, возможно, у них были какие-то... Уж это-то использовалось, бог знает с какого времени, древнего, да, всякие там галлюциногены. С другой стороны, они же, в общем, какие-то вот конфликты такие межличностные, у них были достаточно часто. И люди были с детства приучены к травмам, скажем так. То есть, они были не такими нежными, наверное, не такими расслабленными, как мы сейчас. Вот, соответственно, и болевой порог у них был выше. Но вот это вот удивительное сочетание иммунитета и способности пережить эту трепанацию. И подводя итоги, мы можем сказать, что по возрасту большинство до 40 лет, но, честно говоря, вообще большинство людей, которые жили в тот период, они по биологическому возрасту доживали как раз там немногим старше 40 лет. Наиболее ранняя трепанация была произведена в 14-16 лет, но это вот именно та из могильника «Вертолетное поле», у которой была такая обширная затылочная без следов заживлений. Скорее всего, этот подросток погиб бы и без трепанации. И несколько индивидов пережили вот этот рубеж в 50 лет. В большинстве случаев трепанации подвергаются мужчины. Кроме вот этого могильника в Ростовской области, там большинство женщин. Техника касательно этого региона – это скобление, прорезание, комбинация обоих методов, сверление – это в случае амулетов, и сечение фрагментов прямоугольной формы. И следы заживления не были обнаружены только в двух из 20 случаев. Ну, здесь мы, конечно, не говорим про амулеты и посмертные трепанации. Из чего можно сделать вывод, что Юг России – это область активного и успешного применения хирургической практики в ранний период? Спасибо большое. Вы предвосхитили мои следующие вопросы. Но для этого у нас есть специальная рубрика. Частично вы уже ответили на те вопросы, которые меня интересовали, пока я ознакомилась с вашей презентацией. Во-первых, правильно ли я понимаю, что техники, они, в общем-то, по всему миру были одинаковые? То есть, условно говоря, нельзя по куску черепа атрибутировать материк, сказать, о, вот эта дырка из Южной Америки, а вот этот разрез из Восточной Европы. Да, все верно. Кроме одного случая – это прорезание сверления и прорезание мостиков, кроме Южной Америки, пока не найдено нигде. Вот мне это было интересно. И частично вы ответили про продолжительность этой практики, но все-таки, наверное, больше она шире, скажем так, не больше, а шире, потому что здесь вот конкретно какой регион вы ссылались на Дагестан? Вот недавний, из недавней прямой пример. Фактически это юг России, то есть, если я говорю о Кавказе и предкавказе. Нет, вот последний пример, вот эта практика, которую писал коллега. Да, Дагестан, в принципе, и в Ингушетии тоже есть свидетельство. Ну, это локальные такие вещи. А так-то она шире в палеолите или там в бронзовом веке, она была шире воспространена по всему миру. Конечно. Когда это стало сходить на нет? Есть ли есть такие представления? Когда прекратилось? Тут можно... Мне кажется, что не прекратилось, потому что травмы все-таки это такое... Нет, травмы, я имею в виду ритуально, а не медицинское. Ритуально? Ну, так-то у нас и в больницах до сих пор делают по необходимости, по показаниям, конечно. Нет. А ритуально скорее... Ну, это тоже зависит от континента. Потому что там в Африке есть исторические свидетельства, там, 19-го, начало 20-го века. И как раз об этом пишет Мария Борисовна в своей книжке. В Африке они продолжаются практически до сих пор. То есть там жена не слушается, он там взял козу, взял жену, отдал хирургу козу, сказал, делай трепанацию, чтобы жена слушалась. Ритуально это или нет? Она потом слушается? Интересно, вот вопрос. Видимо, чтобы еще раз не прийти, слушается. То есть на нашем континенте скорее это все прекратилось ближе к раннему железу, эпохе раннего железа, то есть к нескольким векам до рубежа нашей эры, к рубежу нашей эры, и тогда она скорее перешла в область хирургической практики. Но опять же не сильно отделяя область хирургической от ритуальной. Древние греки уже активно писали о трепанации черепа с точки зрения медицины как раз. И древние греки ее очень активно распространили, потому что вот мы сейчас в этом году пишем статью по трепанации в эпоху раннего железа, но уже у миотского населения, тоже юга, Краснодарский край, земледельческое население, у которого в принципе не была распространена эта операция, но видимо какие-то контакты с греками, их варвары контактировали с греками, то есть она распространяется у кочевого населения, и тоже фактически по большому пространству Евразии, и об этом пишут наши коллеги из Новосибирска. Есть оружие, орудия медицинские, и они хранятся там в нескольких музеях, в том числе в Минусинском музее, который предполагает, что это все-таки хирургические, там есть такие ланцетовидные ножи, там еще что-то такое, поэтому скорее, наверное, в эпоху железа эта часть жизни людей перешла больше в медицинскую область, но не сильно. Но не сильно. Ну это такие сакральные две области, в общем, они переплетаются. Где у нас духи живут? Наверное, в голове. Да. Спасибо большое, успехов вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.